В садоводческом коллективе АЗФ-13 буквально из-под земли появилась вода, причем в таком количестве, что топит участки. С тех пор, как начала появляться вода, прошло уже больше полумесяца, однако останавливаться подземный ручеек и не планирует. На нас идет сброс воды. Конкретно пока еще, с какой именно организации непонятно, так как мы проживаем ниже уровнями их. И, к сожалению, это не первый год у нас. С разных организаций нас, как говорится, поливают, одним словом. И вот, если бы поливалась чистая вода, непонятно даже бывает, что и вода какая-то с мусором, такая более грязная, с химией какой-то непонятной для нас. Это мы, конечно, самими силами поднимаемся с ними, проводим беседу. А так получилось, что в этот сегодняшний случай вообще мы не нашли крайнего. Откуда идет обрыв уже на протяжении сегодня 17-й день. Первые 5-6 дней мы, естественно, не замечали, думали, тогда еще были дожди, думали, какая-то дождевая вода, может быть, они нам сливают. Ну, так как она уже не останавливается, естественно, начало топить. Здесь проживает семья, большая семья из шести детей. Первую очередь, так как у них чуть-чуть дача уровнем ниже, и их начал первым заливать. Бороться с непонятно откуда взявшейся водой жители садоводческого коллектива АЗФ-13 пытаются уже 17 дней. По вызу дачников сюда приезжал осенизатор, жители, чьи дома находятся в непосредственной близости от воды, в страхе засыпают лужи, которые с каждым днем становятся все больше и больше песком и землей. Разрешить эту ситуацию жители пытались и своими силами, и обращались в ДЧС и в Актубе Суэнерджи Групп. Писали заявление в Акимат, однако помочь им пока никто не смог. Что интересно, откуда берется вода, непонятно. Не знаем, куда уже обращаться. Обращались, как говорится, бывшие Акбулак, я современные названия до сих пор не могу запомнить. И вчера приезжала служба МЧС, сегодняшний день в Акимате у нас все приходит сообщение, что все зарегистрировано, зарегистрировано, но пока никаких действий. Организация, которая прямо над этим местом, единственное место, где нас не пустил охранник, но он пустил впоследствии сотрудников Акбулака, бывших Акбулак. И те тоже не нашли утечку. Ну, так как организация, говорят, находится в банкротстве, в залоге банка, и хозяина, естественно, нет. Непонятно, то ли банк хозяин, то ли сам хозяин не появляется, он даже не берет трубку. И мы не знаем, откуда течет. Единственное, что у нас бы хотелось, чтобы повезло, что сегодня еще лето, как бы немножко высыхает, и август месяц, да, как бы, но уже дети не могут здесь по этой улице ходить. Первое самое. И второе, что будет, если это не остановится. С целью получить ответ на вопрос, откуда берется вода и как решить проблему, наша съемочная группа обратилась в район Накимат. Там пообещали, что возьму ситуацию на контроль. Жанна Исалдинова, Влад Рогушев, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова